Всем привет, друзья! Продолжаем проходить модификацию Dolch N8 бесконечности. Вы посмотрите, блин, на этого монолитовца, как он просто контролирует ситуацию. Ну это капец. Это просто настоящий капец. Мы сейчас идем штурмовать их базу. Здесь вот. Тут находится испуск лаборатории X18, куда нам нужно. В общем, в прошлой серии я говорил, что нам нужен какой-нибудь ствол с хорошим прицелом. Думал я там сбегать за АК-101 или АК-105, не помню. Точно. Но потом я вспомнил, что на поляне лежит у меня СВД. Мы нашли ее как раз таки вот позапрошлой, по-моему, серии, когда я переигрывал, там небольшой момент. И я подумал, что, блин, СВД я практически не использую. Тут как раз такая миссия, где нам нужна снайперка. По сути, можно было использовать какой-нибудь там айс вал с тюльпаном. Кстати, сюда вот можно прицепить тоже тюльпан. Но я прокачал у СВД прицел, оптический прицел 6Х теперь здесь стоит. Ну и вот этот вот родной прицел ПСО. Снять его тут никак нельзя. Он здесь сразу закреплен. Ну и вот сейчас с этим стволом мы как-то будем выкуривать оттуда этих монолитовцев. Хотя, что их выкуривать? Просто ложить будем сразу же. По крайней мере, я на это надеюсь. Сейчас как-нибудь вот отсюда, с холма, посмотрим, как эта штука работает. Ну, допустим, вот этот мужик, который тут так контролит точку. Давайте посмотрим. Шикарно. Просто шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же это было шикарно. Так, кто еще? Или это... Подождите, мы не того сняли, что ли? Мы, похоже, сняли не того. Ладно. Ё-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И они просто сделать ничего не могут. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да. Такс, ну это мне нравится. Это мне определенно нравится. В окнах вроде тут больше никого... Ага, вот он стоит. Колубчик стоит, стоит, ждет, да. Бабах. Все, лег. Один гуляет внизу. Лег. Ой-ой-ой, просто какой шик. Так, кто у нас там дальше? Здесь вроде никого не видно. Ага, все, засуетились. Даже в корпус, если попадаешь? О, блин, да это просто вообще... Жесть. Даже если в корпус попадаешь, они ложатся. Так, тут в окнах вроде больше никого не видно, да? А, вот еще бегут. Раз. Двас. Трис. Четырис. А, сейчас мы их как, блин, зайцев перещелкаем. Или кого там щелкают? Так, кто там еще за плитами спрятался? Давай вылазь. Хорош шкириться. Так, кстати, СВДшные патроны. Я вот расстрелял 10 снайперских патронов вроде как. А это уже пошли бронебойные, хотя вроде как обычные, но здесь это бронебойные. С бронебойной пулей называются. Эти патроны я взял у мясника, обменяв на артефакты. В продаже их так нет, но можно выменить на артефакты. Ну и что, куда он там спрятался? Все, уже боится. Понял, что дело плохо. Так, ладно, мы вообще плохо сделали, что спустились. Потому что... Или у нас не было выбора, а может уже просто... Нас заставил уровень сам спуститься. Так, ну ладно. Попробуем сейчас издалека вот этих снять. Раз. Два. Не, это такой кайф. Когда я со снайперкой вообще не бегаешь, в принципе... Я не знаю, когда я в последний раз в модах использовал снайперку. И тут такое задание. Но это просто вообще... Как же мы их разносим? Ой, как разносим просто вообще. Там уже пошел мужик обыскивать. Он даже не понимает, что происходит. Его парни просто... Дохнут, мрут, как мухи. Он даже не вкуривает, что чего почем. Ой, какой кайф. Так. Что, где еще? Вот там вроде кто-то был. В окне, я помню. Да. Ну, здравствуй. Готов. По-моему, он сейчас промазал. Да, это был первый промах. Блин. Ну! Вроде попал. А может и нет. Так, кто еще? Он еще тоже бегает. Уже пошли обыскивать, да? Так, все. Начал косить. За первым промахом сразу последовало еще несколько. Ну, ладно. Мы все равно уже немало сняли. Сейчас еще тут немного посидим. Так. А ну-ка. Сейчас может чуть-чуть поближе подойти. Так, мужики. Ну что? Да, они там уже всех обыскивают. Ну, давайте. Собирайте. Собирайте. Собирайте и ложитесь сами. Ну, не знаю. Я их убиваю, не убиваю? Тут непонятно. Ну. Вроде убиваю. Так, вон тоже бежит. Эээ, блин. Не успел сейчас. Хорошо. Хотя, может, не знаю, не убил. Хрен их тут разберешь. Да, они пока вообще не понимают, что к чему. Бегают, спокойно всех обыскивают. Ну что, может, уже подойдем поближе. Нет, он еще бежит. Так, неужели ты меня заметил? А нет, он просто решил изобразить, что заметил. Нифига он не заметил. Так, пока перезарядимся. Патронов уже, кстати, осталось не так много. Но я, в принципе, не так много и выменивал, потому что знал, что нам тут много, по идее, не понадобится. Так-с. Ну что? Еще подождем, пока сбегутся. Или пойдем уже штурмом брать. Ну ладно, пока никого не слышу, не вижу. Вообще, вот там вот вроде как еще должны стоять мужики. Хотя, может быть, они уже пошли обыскивать тех. И мы часть замочили. Так-с, ну что? Нет, тут уже никого нет. Но вчера... Точнее, какое вчера? Ну да, может быть, для некоторых это было вчера, не знаю когда. Но для меня это, по сути, сегодня, в прошлой серии. Вот здесь вот мы видели, что были мужики. Но, похоже, сейчас их тут нет. Отлично, просто залетело. Ну что, все? Так-так-так. Контролируешь ты тут точку, да? Блин, а этот... Ранен. Ну ладно. Ух ты, а тут тоже стал. Я же вроде это место уже защищал, нет? Ну? Блин, разрушителя там какого-то не добили. Ладно, потом добьем. Нужно будет подняться на крышу, добить всех, кого не добили. Так, вот там вот у нас стоят тоже, господа. Вроде готово. Но тут надо уже поближе, конечно, подойти. Потому что с такой дистанции мы немного теряем в убойности. Так, тут вроде как никого, да? Что у нас здесь? Ложись. Ты тоже ложись. Ох-охо. Так. Блин, 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 не успел. Ну-ка. Ты тут еще пройдешь, нет? Эх, ладно. Вроде готов. Так, хорошо. Там тоже появился мужик. Ух ты ж, блин, ушел. Нет, не ушел. Ладно, нормально. Сколько мы уже положили? Блин, там такая... Просто какая-то гигантская база. Что за фигня? Так, а ну-ка давай вылазь. Давай вылазь. Там никого? Ну? Эх, наверное, пошел обыскивать, да? Ладно. В этом переходе еще вон кто-то тоже бегает. За елкой спрятался. Ну и где ты? Тут уже никого. Вот он. Вот он бежит. Нет, это уже... Ну? Блин, нет, не получилось. Это уже другой. А это уже третий. Нифига себе. Так, вот еще один. Но, похоже, мимо. Осталось 20 патронов. В принципе, можем расстрелять все. Я потом думаю где-нибудь эту СВД-шку сбросить. Тут вот в темной долине. Ух ты, как погнали. Не понял, что это такое. А что это вы? Там, наверное, обыскивать? Или что? Так вот, эту СВД-шку нужно будет сбросить здесь в какой-нибудь тайник, чтобы с собой в лабораторию не тащить. Чтобы место было у нас в рюкзаке. Ну? Блин, ушли. Гады ушли. Нет, тут уже когда начинаешь суетиться, уже все. Не попадаешь. Еще елки эти мешают. Так, готово? Готово почти, да? Или все-таки готово? Ну, последний я точно попал. Не знаю, убил или нет. Вроде как убил. Так, еще будут 13 патронов. 13 трупов. Я думаю, что уже не будут. Или подождать? Ой-ой-ой, все, заметили меня. Да вы что, серьезно? Неужели? Наконец-то. Откуда? С крыши. Но мы уже и так неплохо справились. Ну что, все? Блин, сколько там вообще этих бойцов? Это капец какой-то. Если бы не СВД, я не знаю, что бы мы делали. Мы, конечно, могли бы как обычно, блин, как-нибудь тут как ниндзя к ним подбежать и потом уже вплотную расстреливать. Ну, теперь мы пошли немного другим путем. Кстати, еще вот взял с собой Асайгу. Ее починил. Также немного прокачал. Повесил прицел. Кобра. Побегаем с ней. Кстати, прокачал также магазин. Тут теперь 18 можно дроби туда засунуть. Ну и вот еще АК. Наш старый добрый АК-камуфляж. Пока тоже ходим с ним. Но это уже для ближних дистанций. Ну что. Пойдем посмотрим, кто здесь остался. Кого мы не успели, не смогли добить, дострелять. Пока что тут вообще такая пустота. Куча ящиков. Компы какие-то стоят. Ладно. Так, там вроде как есть какой-то проход. Ну, ящики трогать не буду. А вот всякие тут приборы можно проверять. Вдруг можно что-то вынести с собой. Для Лысого или еще для кого-нибудь. А, так я как раз пришел уже к лаборатории. Так, ну что, ты там самоубился? Необходим код. Хм. Код, говоришь, необходим. Ладно. А где же его взять? Вопрос хороший. Найти код от двери в лабораторию Х-18. Так. Ну, возможно, у этих монолитовцев будет. А, возможно, у кого-то еще. Что вообще думает наш главный герой? Так я и думал. Вход в лабораторию закрыт. Скорее всего, код от двери знают местные фанатики. Ну да. В общем-то, мы уже тут много... Тихо. Много кого замочили. И желательно сейчас не умирать. Потому что я боюсь, что... А, ну мы, в принципе, уже умерли один раз. Блин, вот это плохо. То, что мы умерли один раз, это очень плохо. Потому что, боюсь, что... АЕК нашли. Ух ты. Давайте возьмем. К нам бежит кто-то еще. То, что мы умерли, это значит, что, возможно, пропали трупы. Потому что мы же с СВДшки замочили просто уйму ребят. И эта уйма ребят могла просто раствориться. Но не знаю. Нужно будет... Сейчас подняться на второй этаж. Посмотреть, сколько там трупов. Если трупы есть, значит, все хорошо. Если нет, то, блин, мы остались без кучи хабара. А, возможно, еще и без кода. Не знаю. Так, пойдет еще кто-нибудь? Мужики, сколько вас вообще тут будет? Я же столько уже перестрелялся с СВДшки. Капец какой-то. Что у вас тут есть? А, вот они насобирали целую кучу всего. И вот КПК. Где я? Кто я? Хрен его знает. Уже неделю не могу вспомнить своего имени. Башка просто раскалывается. Раскалывается. Дали автомат, сказали стоять и охранять это место от заказчиков. Но я что? Я стою, охраняю. Идти ведь все равно некуда. Тут хоть кормят и поят, а за воротами по ночам воет кто-то. И крики всякие слышно. Жуть. Но это не код. Это просто КПК. Так, какая... 74М. Куча других стволов. Но что тут брать? Вот дробь можно взять. Эти патроны. Для Дезертыгла. Потом, может быть, с ним побегаем. У меня такой лежит на свалке в тайнике. Ну и, в принципе, все. Гранаты брать не хочу, потому что они будут занимать место в рюкзаке. Ну и тут мужик тоже, блин, насобирал. Ладно, хабар мы, в принципе, не потеряли. Потому что эти красавцы все собрали. Но код пока так и не найден. Что здесь взять? Это у меня уже есть. Лежит в тайнике на свалке. Вот АЕК. Тоже уже нашли. Примерно в таком же состоянии. АК-104. АК-104. АК-104 еще вроде бы не находили. Можно, в принципе, взять. Но не знаю. Еще и тайник получили какой-то. А кто меня вообще застрелил? Откуда? Вроде показалось, что сзади. Но никого тут не видно. Так, ладно. Идем дальше. Блин, мужики, сколько вас тут осталось? Ух ты. Винторез? Винторез. Еще один КПК. Значит, профессор обещал замолвить за меня словечко перед командиром, если я неделю похороняю этот комплекс в темной долине. А еще он выдал новый комбез и жалования на месяц вперед. Это все, конечно, хорошо. Вот только ребята местные, какие-то странные, все твердят про монолит каких-то хозяев и постоянно читают свои молитвы. Да, ладно, это берем. Так, может патронов взять для этого 104-го АК? Как он вообще выглядит? Тихо. Не пугай. Вот такая вот пукалка. В принципе, неплохо. Но я, пожалуй, верну. Уже нам всем известный АК, потому что он надежный. А с этими могут быть проблемы. А что ты по мне не стрелял? Ты затупил и я затупил, да? Ну ладно, бывает. Так, у него тоже АЕК, судя по всему. Но можно... Можно что-то взять. И пойдем на второй этаж. Посмотрим, кто там еще остался и остались ли там трупы, которых... Да, смотрите. СВДшные ребята тут лежат. Ладно. И по идее их уже всех осмотрели, да? Да. Еще координаты тайника. Ну а кто еще здесь? Наверху. Тоже вон трупы лежат, но не так много. Три человека? Четыре? Нет, там же никого нет. Три человека. Я думал, больше тут будет. Ну ладно. И все равно. Неплохо постреляли. Труп уже обыскивается, да вы что? Уже кто-то сюда идет? Ладно. Так, мы тут кучу всего набрали. М4, наверное, сразу. Давайте разрядить, выбросить. Можно посмотреть на винторез. Ну, всем известный винторез, правда, с коллиматором сейчас. Но потом сюда повесим что-нибудь получше. Здорово. Ты не ожидал меня здесь встретить, да? Труп шел обыскивать. А тут я. Так, спокойно. Тихо, тихо, тихо. Кто там такой? Ну, уже, похоже, остались тут какие-то единицы. Основную массу мы все-таки выкосили. Ну и где ты? Кстати, может быть, код нам нужно искать не в трупах, а в каком-нибудь вот кабинете. Смотрите, тут какой кабинет интересный. Может быть, здесь что-то будет? Куча ящиков. Ну-ка. По кому ты там, блин? Зарядил гранаты, а? И где? И куда ты смылся? Ушел вниз? Нет, сейчас я тебя догоню. Так не пойдет. Нет, я его не догнал. Не знаю, короче, он... Зарядил по кому-то гранатой, возможно, самоубился. Ну и больше его не слышно, не видно. Так, пойдем тогда проверим этот кабинет. Может быть, там что-то будет. Где-то этот кабинет был... Ага, ты тут, блин, оказывается. В этот самый кабинет и пошел, да? Ладно. Все отлично. Ты кто такой вообще? Боря Толстяк. Ну, тоже КПК, но это... Это уже обычный КПК. Ничего тут интересного не будет. Ладно, это возьмем. Но тут у нас просто ящики, да? Никаких... Тайников, похоже, не будет. Или что-то обыскать можно? Ну-ка. По-моему, нет. Похоже, что обычные ящики. Ладно, может быть, нам нужен другой кабинет. Или все-таки кот будет у кого-то... В каком-то трупе. Блин, сразу не заметил. Но ничего. Перебинтуемся. И продолжим. Но, похоже, тут ничего. Тут, похоже, ничего. Так что пойдем, наверное, прогуляемся в ту часть комплекса. На крышу нужно будет зайти. Так, СИК нашли. Еще один. Но, наверное, брать уже не буду. Вроде как СИК у меня лежит на свалке в тайнике. Этого мы уже, по-моему, осматривали. Так, ага. А вот эти трупы пропали. Да? Да, тут были мужики. Ну и что теперь? Возможно, у них был как раз-таки какой-нибудь ПДА, в котором был бы кот от той двери. Не знаю. Хотя здесь вот, смотрите, трупы лежат вроде как. Ладно, давайте осмотрим этих. Да, тут трупов вообще целая куча. Тихо. Не умираем. Кто-то еще остался. Где? Откуда? Я понял. Сейчас, секунду. Давай. Готово. Еще будут? Да, еще стреляют, но непонятно. С крыши, что ли, или из окон? Такое ощущение, что с крыши. Он пытается прострелить. Да? А нет, стоп. Что за? Ты что, там сидишь? Мужик. Что за приколы? Или ты стреляешь отсюда? Что происходит? Так, подожди. Нет, ну... Что это вообще такое? Что за аномалия? Так, ладно, пробегаем пока что эти трупы. Я надеюсь, они не пропадут. Тут куда есть? А, здорово. А что это ты? А там вообще какой-то стоит. Такое ощущение, что... С тобой что, поговорить надо? Не, ну а что он... Не, это... Никак не реагирует. Возможно, кстати, именно у него я так позорил. Да, старшина. Но я понял. И смотрите, сколько у него здоровья. Это что такое вообще? Его специально, наверное, поставили, чтобы он никуда не ходил. Вот как раз у него мы код и найдем. Блин, ну капец, он крепкий. Ну ничего, крепкий. Но мы его как-нибудь сейчас завалим. Ну-ка. Иди сюда, старшина. А что насчет... Сайги. Что ты скажешь? Ладно, может быть, Сайга это не лучший вариант. Что, все? Ты же был такой крепкий. В смысле, мужик? Че так быстро? Ну и что, у тебя есть какой-нибудь КПК? У него есть ключ. Небольшой ключ с биркой сейф номер 3. Ха-а-а. Но код мы пока так и не получили. Ладно. Зато грозу нашли. Ну а что, это гроза? Я, честно говоря, грозы не особо люблю. Так что... Ну блин. Был бы тут какой-нибудь ящик. А вон, по-моему, сейф. А, так вот и сейф. Как раз. Ладно. Сейчас туда как раз вот этот сейф и... Сбросим. Все лишнее. Так, обыскать. Да. И вот он КПК. А, нет, просто КПК. Ладно. Я думал, КПК с кодом. А тут папка с документами. И вот я уже вижу код. Среди множества записей с планами, чертежами и схемой работы лаборатории можно найти код от двери главного входа. 201-019. Понятно. Так, и там, кстати, по-моему, мы когда еще забрали КПК, у нас что-то... А, просто найден тайник. Сообщение пришло. Хорошо. Ну и что? Можно сюда, в принципе, выложить пока что лишние вещи. Я надеюсь, этот... Кейс монолитовцы не запрут на другой ключ какой-нибудь. Так что, по идее, это теперь уже наш будет сейф. Давайте вот это вот сбросим. Вот это сбросим. СВД тоже сейчас не надо. Вот это пускай все пока полежит здесь. Патроны всякие тоже надо сбросить. Воды две. Может быть, многовато. Нужно для лаборатории освободить рюкзак. Вот эти патроны тоже. Ну и вот, у нас тут уже 10,1 килограмм до перегруза. И потом еще, по идее, килограмм 10-20. Ладно, нормально. Хорошо. Так, неплохо. Ну и вроде как это был последний монолитовец. Но, конечно же, сейчас еще посмотрим, проверим вот эти трупы, которые тут лежат. Скорее всего, здесь, в этом переходе, уже всех обыскали, да? Да. Ну, можно просто посмотреть, собрать немного денег и координаты тайников каких-нибудь получить. Вот уже один тайник нашли. Второй тайник. КПК можно взять. Да, два тайника. Ладно. Ну, а как тут подняться на крышу? Где-то должна, по идее, быть лестница. О, вот он. Товарищ, который все собрал, да? Винторез тут еще с таким прицелом. Ладно, тоже возьмем. Ну, можно и СИК тоже, в принципе, взять. Сейчас пойдем в тот тайник положим. Да и, в принципе, вот эти вот тоже стволы пускай будут на всякий случай. Сейчас переложу в тайник. Ну и ПКМ тогда уже что уж. Заодно, может, еще и коробку хотя бы одну сломаем. Итак, в общем, это дело все выкладываем пока что вот сюда. Может быть, оно когда-нибудь еще пригодится. Если не мне, то кому-нибудь другому. Кстати, может быть, да, тоже сбросить? Это вроде как все одинаковые КПКшки. По 0,1 килограмма. Весят. Пускай полежат пока здесь. Ну и вроде все. Так, теперь вопрос, как подняться на крышу. А вот, собственно говоря, и лестница. Там на крыше еще кто-то, может быть, остался. Так что лучше возьмем АК в руки. Так-с. Значит, и вон там труп лежит, я вижу. Ну и тут, по идее, еще должны быть, да? Нифига себе. А тут еще стреляет. Еще ее убивает. Ух ты, блин, какой. Все, готово. И у меня, кстати, почему-то опять пропал худ. Да. Так, у тебя, кстати, тоже КПК. О, великий монолит, я видел тебя во сне. Даже там ты сиял ярче тысячи солнц. А твое великолепие не знало границ. Я так рад служить тебе, о, великий. Надеюсь, когда-нибудь мы снова встретимся наяву. А пока я прошу и дальше наставлять меня на путь истины. Дабы тайны оставались в секрете и не достались врагам твоим. Капец. Такс, ладно. Ну и вроде все, больше тут никого нет. На крышах уже никого не видно. Всех мы поснимали. И похоже, все пропали, трупы, да? Ну, похоже на то. Хотя можно вот этого еще осмотреть. Или, может быть, просто вот на тех крышах они были где-то. Ладно, не столь важно. Так, а что у этих? Ну, а у этого ничего, кроме... ПКМа нет. Хотя какой-то тайник получили. Кстати, может быть, в Темной долине что-то уже имеется. Нет, в Темной долине ничего нет. Зато на поляне появилось. Ну и на других где-то в локациях. На свалке целых три. На Агропроме один. Нормально. Ну и сейчас я вот уже бежал в сторону двери, которая ведет в лабораторию Х-18. Вот, смотри, тут еще какая-то комната. Интересная имеется. Может, что-то будет? Ага, ну тут просто ящик со всякими инструментами, да? Ладно, понятно. Можно было бы, в принципе, и сюда наши вещи выложить. Но мы все уже положили в сейф старшины. Ладно. Итак, отправляемся в лабораторию Х-18. Значит, код, который мы уже знаем, 201-019. Ага. И разрядился КПК. 201-019. Ну сейчас поменяем батарейки. Хорошо. Все. Теперь можно отправляться в лабораторию. Я надеюсь, нам... А у нас тут целых два даже аккумулятора, да? Должно хватить. На лабораторию. Переходим. Ну что, мы здесь. Внимание всем отрядам. Чужак проник в лабораторию. Перейти к ликвидации опасного объекта. Перевести работающее оборудование в аварийный режим. Отключить составное питание. Группа бета и гамма. Проверить первый этаж. Остальные за мной. Капец. Тут, похоже, целая куча... Моноритовцев. Осторожно. А что, оно бьется? Ну-ка. Да, вроде нет. Ладно. Ничего себе. Да. Тут уж какой-то такой странный костюм. Так, ну что. Блин, а у меня не так и много патрунов вообще для этого АК. Но, вроде как, дроби хватает. Так что, если что, пойдем с Сайги всех разносить. Так. Тут у нас дверь, как обычно. Заперта, да? Прилетела. Просвистела. Я даже не успел толком посмотреть. Что и как, но, похоже, дверь заперта. Скорее всего, нужно опять искать какой-нибудь КПК у кого-нибудь. Так что, сейчас этим и будем заниматься. А вы тут что, все с дробовиками ходите? Так я сейчас тоже свой достану? Раз такое дело. Что вообще? Сейчас, подожди. Как тебе такое? Нормально. Да, хорош. Да, друг друга замочили. Ну, давай, выходи. Вон он идет. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну? Блин, видел, что прошел там только что. Ладно, сейчас я тебе помогу немного. Так, вроде выжили. После такого, да, было выжить, конечно, тяжело, но мы справились. Так, еще аптечку сверху. И там идет еще один. Вроде как. Ну-ка, сохранимся. Вот тут же вроде кто-то проходил, нет? Что мне показалось, что ли? Так, а у вас что? У вас Виапри-12 молот. Ничего себе. Ну, тоже можно пострелять, но, насколько я знаю, обычно, ну, практически во всех модах, вот этот Виапри-12, он похуже с Айги. Конечно, можно пошмалять. Может, из этого что-то и выйдет. Не, ну, валит он неплохо. Тут не поспоришь. Такс, ага, вот, похоже, нашли уже какой-то документ. Возможно, именно там и будет код. Ничего себе какой. Это что, глушитель? А ну-ка, подождите. Или? Нет, это просто ствол такой длиннющий. Да. А здесь он не кажется таким длинным. А если так выбросить, то какой-то... А, нет. Подождите, что-то было с тем... Что-то с тем стволом было не так. Ладно. Такс, хорошо. Что у вас тут есть? Координаты тайника. И больше ничего. Ну, а что за документы мы там нашли? Сейчас почитаем. Такс, это карто-зоны. Вот. Схема работы устройства А216. В схеме описано устройство с кодовым названием А216. Возможно, это пригодится какому-либо технику. Но можно будет лысому отдать. Может, действительно пригодится. Так, ну что, постреляем еще с вепря. По кому тут еще стрелять? Этот мужик уже откинулся. Сайгой, кстати, ходил. Вообще, можно тут это дело поразряжать. Тут особо ничего не разрядишь, да? Ну, это можно. Так. Это разряжаем. А что по шкафам? На шкафах, похоже, ничего, да? Прям вообще ничего. Энергетик брать не будем. Так. Нашли ствол. Ну, тоже это неинтересно. Аптечка. Ну, вот аптечку можно взять. И больше ничего. Да? Ладно, понятно. Так-с. Кто будет тут еще? Кто еще? Что здесь? О-о-о. И вот какой-то кейс. Ну-ка. Кейс с деталями. В кейсе лежат какие-то детали для ремонта техники. Отдадим какому-нибудь торговцу. Например, лысому. Или еще кому-нибудь. Но это все пока не то. Нам надо найти. Ладно, там похоже ничего нет. Нам надо найти код. От двери. А хотя бы подождите. Какой код от двери? У нас же есть декодер. Что-то я туплю. Мы, может быть, тут код никакой и не найдем. Что вообще сказано у нас в ПДА? Сбор документов. Итак, я в лаборатории. Надо найти какую-нибудь информацию о местных разработках. Возможно, я даже узнаю что-то новое о себе. Ну, понятно. Все, по сути, то же самое, что и было с Х-27. Так, тут мы вроде как уже всех замочили. Все обыскали, так что можно отправляться дальше. Кода... А, вот это еще точно. Что у нас тут? Так, может артефакт? Нет, артефакта нет. Ну, ладно. Нет, так нет. А здесь будет что-нибудь? Похоже, ничего. Ну, и там дальше тоже пусто. Ладно, все, тогда пойдем используем наш декодер. Что-то я про него забыл как-то. Или что? А, стоять. Вот тут еще какие-то баррикады. Может быть, вот здесь вот будет артефакт? Да, тут артефакт есть. Тут артефакт... Даже два их тут. А как вас забрать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, морской еж! Берись! Так, и аптечку. И мы встали прямо на аномалию, да? Ну, красавцы, просто молодцы! Давай уже выйдем отсюда. Так, а что здесь? Ага, тут артефакт, похоже, находится где-то за стеной. Может быть, на другом уровне. Но это явно не... Или здесь? Подождите. Здесь? Нет, еще дальше. О-о-о-о... Хм. А тут что-нибудь будет? Опа. Подождите, я так прошел мимо склада. Я думал, здесь, как обычно, пустое помещение с летающей хренью огненной. А тут столько ящиков. Это же клондайк. Да, ну так, может, тут еще какие-нибудь будут тоже вещи полезные. Но это брать... Можно не брать. Вот это возьмем. Такс, зеленый костюм нашли. Он сломан? Да, он тоже сломан. Но, тем не менее. Ладно, наверное, выбросим, потому что... Ну что, что мне с ним делать? Так, возьмем аптечки. Здесь вот это дело можно поразбивать. Блин, сколько всего. Но я не знаю, как это уносить. Просто не знаю. Ладно, пускай все здесь стоит. Если что, понадобится. Мы сюда вернемся, эти ящики побьем. Можно, в принципе, вот только шкаф еще открыть. Такс, нормально. Хотя, сколько у меня там? А, уже 58 килограмм. Блин, да, это из-за того, что я вепрь взял. Ладно, тогда ничего трогать не будем. Пускай стоит. Вроде как ничего такого важного я не пропустил. Все, пойдем тогда использовать наш декодер. Только перед этим можно еще немного попить. Хотя бы самую малость. Такс, ну и что? Начать декодирование. Все, процесс пошел. О, тут 30 секунд всего. Значит, потеряли мы пустышку. Тихо. Тушканы побежали. Потеряли мы пустышку и, похоже, потеряли что-то еще, да? Бенгальский огонь у меня был. Нашли морской еж. Радиация минус 8. Ой-ой-ой. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Это сразу сюда. И у нас имеется пружина. Вообще, как я понял, на одну дверь уходят два артефакта. Хм, а там же у нас впереди еще одна дверь. Может не хватить. Хотя писали, что нужно три артефакта для лаборатории Х-18. Не знаю, может быть с той дверью получится с одним артом этот процесс декодирования провернуть. Ну, посмотрим. Так. Что у нас тут? Ну что, пойдем сразу в главный зал? Или изучим другие части лаборатории? Ладно, давайте сразу по существу. Все остальное посмотрим потом. Так, во-первых, начать декодирование. Для взлома двери необходим декодер и электрический артефакт. Да? А мне не хватает? Вот же, пружина. Угу. Ни хрена нам не хватает. Я понял. Но, значит, нужно будет выбираться и идти искать электрический артефакт. Так, но пока... Но пока мы можем походить по этой лаборатории, посмотреть, поизучать вот эту вот открытую часть. Ух ты, блин, что у вас там такое стоит? Что это вы тут соорудили? Мужики. Ну, вы даете. Так. Ё-моё. Так, сейчас повезло. Сейчас очень повезло. Он промазал. Нормально. Всё. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ещё аптечку. Блин, просто на волоске от смерти. Ещё кто-то будет? Ну, ещё определённо кто-то будет. Но сейчас или нет? Похоже, не сейчас. Ладно. Так, вон там какой-то ремнобор, что ли, лежит. Давайте посмотрим. Ящик с запчастями. Ладно, понятно. Так, это дело всё берём. Хотя, может, их особо-то и не обыскивать. Только вот дробь, конечно, брать можно было бы. Давайте, раз уже начали. Это вот можно всё разряжать. Выбрасывать. Ну, просто пока мы это делаем, нас сейчас может какой-нибудь тут кокнуть. Мужичок. Так, а вон какой-то труп лежит. А ещё собака появилась. Блин, ну капец. А что за труп? Так, Мишка-синяк. Пояснительная записка. В связи с чрезвычайным положением, вызванной внештатной ситуацией внутри лаборатории Х-10, всем сотрудникам срочно необходимо посетить своего куратора для дальнейших указаний. Особое внимание группе номер 331. Вам потребуется перевести оборудование на новую дислокацию. Схема маршрута находится в приложении. Ну ладно, это нашли. Такс. Такс, такс, такс. Всё. Упал. Хорошо. Кстати, может быть тут артефакт находится, тот, который мы не могли найти. О, там их два ещё. Дальше. Ладно. Ладно. Такс, вообще, знаете что? Я, наверное, это две привыки, ну потому что, ну потому что мне нравится больше Сайга, здесь 18 пом... Что такое? А чё это вдруг? Надпись эта появилась, не знаю. Или... Я уж подумал, тут можно этот люк открыть. Ладно. Ну и кто тут, блин, остался? Стрелок такой. Ну? Всё, готово. Такс. Мужик, у тебя что есть? Жекан? Всё, ладно. Не буду даже брать его. Вепрь. Так, это можно, в принципе, взять. Ладно. Может тут что-то будет. Прицел, кстати, тут ещё коллиматорный. Висит. Ну-ка, давайте, может, для разнообразия постреляем с дробовика. Сейчас как раз вот спустимся сюда. Может тут что-то будет. А, тут тоже дверь заклинила. Ага. Начать декодированный и тоже не получается. Так я не понял. Либо это не электрический артефакт, либо нужно на одну дверь два артефакта. По идее, нужно два. По идее, нужно два артефакта на одну дверь. Потому что это артефакт электрический. Я его 100% находил в электре. Фух, блин. Ладно, нам получается нужно ещё три электрических артефакта найти для этой лаборатории. По сути, один у меня есть, лежит там в тайнике на базе свободы бенгальский огонь. И ещё два нужно будет найти. Ну, я думаю, это без проблем. Поспим, подождём выброса и на свалке там в электрах найдём. Это хорошо. Ну, можно ещё тут прогуляться, посмотреть, может что-то будет. Правда, перед этим аптечку не мешало бы и запить её. И хорошо запить. Прям очень хорошо надо запить аптечку. Да, даже этого не хватило. Ну, ладно, пока что так. Вон уже кто-то идёт. Здравствуй. Это неплохо. Неплохой дробовичок. Ух ты, а у тебя протекты? О, ну ты серьёзный. Ну-ка, давайте протекту тогда протестируем. Вроде кто-то там. Ладно, мы пока прогуляемся сюда. Так, посмотрим, кто здесь. Что здесь? Ага, ещё какую-то нашли папку. Ну-ка, что за она? Список оборудования, подлежащего ремонту. Ясно, понятно. Ну, и тут вроде как уже ничего. Артефакты. Нет, артефактов тут нет. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. По идее, тогда всё. Можно выходить. Сейчас ещё только того мужика кокнем. Кокнем. А что с ним там происходит, а? Это танцы? Похоже на то. Ты последний был? Такое ощущение, что да. Ладно, давай свой сюда вепрь. Разряжаем. Выбрасываем. И, в принципе, всё. Нужно выбираться из лаборатории. По-моему, мы здесь всё, что можно, уже изучили. Осталась только та закрытая часть. Так что я пошёл искать электрические артефакты. Итак, в общем, сбегал я за электрическими аномалиями, как бы, без проблем. Ух ты, где мы находимся? Отправился на свалку, здесь поспал. Ну, сначала вообще сбегал, проверил вот эту аномалию. Здесь было уже два артефакта, потом поспал, вернулся сюда, прошёл выброс, когда тут ещё один артефакт появился. И ещё бенгальский огонь лежал в нычке на базе свободы в Тёмной долине. Ну и, короче, у меня уже пять электрических артефактов. Я решил взять на всякий случай пять, чтобы уж точно хватило нам. Кстати, ещё сбросил вот ящик и детали с инструментами какими-то там, которые мы тут нашли. Лысый в баре, ну, то есть, на бархолке их не берёт, не знаю, можно будет, может, отнести Игорю в Тёмную лощину эти детали или ещё кому-то, либо мы просто ещё нашли не всё. Непонятно. Но, в любом случае, давайте начнём декадирование. Значит, бенгальский огонь и лунный свет потеряли. Да, похоже, нужно всё-таки два артефакта. Не знаю почему, но нужно два. Так, появились ребята. Они сюда пойдут? Я надеюсь, что нет. Такое ощущение, что они там заняты своими делами, своими обрядами, а до нас им дела нет. Ну и хорошо. Мы тогда просто стоим и ждём ещё 30 секунд. Ага, всё-таки решили зайти. Я вас понял. Всё-таки решили... решили зайти. Ну что? Ещё кто? Желающие? О, блин, какой? Нифига себе. Стрелок. Так, всё, дверь открылась. Дверь открылась, но там чё-то их дофига. Мужики, у вас там чё так дофига-то? Такс. Ага. Блин, только вот... О, ещё и оттуда вышел. Так, ладно. Тогда, наверное, сразу замочим этого. И он тут не последний, да? Я понял, хорошо. Я понял, хорошо. Так, вас тут тоже дохрена. И там вас дохрена, и тут вас дохрена. Ну, капец. И, кстати, когда я сейчас шёл, блин, аптечку. Шёл, когда снова спускался в лабораторию, там на поверхности опять появились монолитовцы. Всё-таки я вот пока ждал выброс, проспал где-то день, ну, сутки, может, больше, и они, блин, там наверху опять заспавнились. Пришлось кого-то пострелять, кого-то убить, но большую часть я просто пробежал. Ну, вот когда будем выходить, ой-ой-ой, тень идёт. Тень идёт. Он там, похоже, взял пушку. Вот когда будем выходить, могут быть, конечно, у нас некоторые трудности с этим. Так, спокойно. Спокойно бинтуемся. Ещё идёт. О, какой. О, какой. О, какой. Вообще, может быть, надо было сюда взять ремингтон, потому что да. Что? Парни, всё делаем в темпе. Чем раньше закончим, тем целее будем. За монолит покараем захватчика. Так, похоже, мы что-то вспомнили немного. Это был первый сон. Ладно, нормально. Так вот, я там говорил про ремингтон, мне понравился этот дробовик, такое ощущение, что он с одного выстрела валит всех, но вот я его починил, но с собой не взял. Опять же, потому что переносимый вес и всё такое прочее. Мы ещё просто с сайги толком не настрелялись. сайга, ствол хороший, спору нет, но для разнообразия потом, может быть, с этим ремингтоном тоже побегаем. Так, что у нас по заданиям? Что-то обновилось? Нет, сбор документов по-прежнему. Ладно, хорошо. Кстати, вот он, ремингтон, но тут, по-моему, без прицела. Да, с коллиматором он выглядит круче. О, сколько у вас тут лежит, ребята. Ну-ка, может, осмотрим. А, вот, кстати, ремингтон уже с таким прицелом более серьёзным. Но, по сути, этот более серьёзный прицел зум тут не нужен у дробовиков. Абсолютно. Хотя, ну, давайте посмотрим, как оно. Ну, по сути, и зума нет. Это тот же коллиматор, просто в другой оболочке. Но мне нравится... Подождите, контейнер. Потерян предмет, контейнер с артефактом лунный свет. Почему? Это какой-то баг. Наверное, сам по себе потерялся. Да, я вот эту точку, когда прошёл... Блин, может перезагрузиться, а то чё такое. Ну вот, у нас тут три артефакта. Не знаю, что произошло не так. Ладно. Такс, я тут взял, значит, у кого-то... А, он у меня в этом сохранении уже при себе. Опять артефакт потерян. Почему? Ладно, фиг с тобой. У нас ещё два артефакта. По идее, на ту дверь финальную должно хватить. Так вот, значит, разговор про Ремингтон. Этот прицел мне нравится меньше. Коллиматор гораздо красивее выглядит. Этот какой-то уже слишком громоздкий. Так, ну а что здесь? А, это не обыскать, да? Ну а если ящики поломать? Наверное, ещё тут не будет, да? Ладно, ничего так ничего. Тут тоже ничего. Так, пойдём посмотрим, что там. Может быть, какой-нибудь труп учёного? Да, он тут есть, он тут всегда есть. Правда, конечно, не там, ой, не вот там, где я его ожидал, но... Здесь тоже неплохо, доцент Юриев. Приказ. В связи с нарушением режима работы лаборатории X10 и заградительных антенн приказываю. Запустить резервный источник питания для антенн путём немедленного запуска генераторов лаборатории X11. Установить максимальный уровень защиты лаборатории и действовать в соответствии с регламентом. Закупить и доставить недостающие оборудования во все действующие лаборатории, а именно в лаборатории X27, ой-ой, кто-то идёт, X18, X16 и X11. Список необходимого оборудования указан в приложении номер 1. Передать вышеуказанные списки кураторам лаборатории в течение трёх дней. Перевести все лаборатории в режим 24-часового обслуживания. Установить две рабочие смены по 12 часов. В срочном порядке найти недостающий персонал для работы в лабораториях. Провести инструктаж по работе с оборудованием. Контроль за исполнением приказа оставляют за собой. Заместитель начальника ЗАО Чернобыльской технологии Юрьев Н.Я. Так, берём. И кто-то там, мне показалось, шёл. А никого тут нет. Ладно, показалось. Бывает. Так. Хорошо. Хотя, ладно, давайте возьмём. Я не тейду одну. Хорошо. Такс. Ну и что дальше? Кто там ещё будет? Кто-то, может, и будет. Но осталась нам, по сути, одна дверь. У мужиков тут что-нибудь полезное есть? Ну, патроны можно взять. Предел мне всякой вещи близок, сказал Монолит. И не уйдёт, враг абсолютно. Хм. Вроде же этот дробовик с одного выстрела мочил. Я, может, просто как-то не так сейчас стрельнул. Ладно. Собираем вот эти вот все стволы. Сейчас нужно будет всё дело это разрядить. Выбросить. Так. И Ремингтон этот мне тоже сейчас не нравится с таким прицелом. Так что тоже выбрасываем. Будем ходить с Айгой. Так. С это тоже можно всё собрать. Всё собрать. Тут, наверное, брать ничего уже не будем. Вот. Вот он. Нормальный прицел. Совсем другое дело. Человеческий аккуратный прицел. Вот. Это уже что-то. Давайте с ним походим, в принципе. Если уж нашли. А это можно разрядить и выкинуть. Так. И отправляемся. О! Вот. Процесс пошёл. Так. Кто-нибудь ещё пойдёт? Тут тоже коллиматор. Ладно. Это было криво. А чё ты? Нифига себе, какой крепкий. Вроде же в обычном комбинезоне такой крепкий попался. Ё-моё. Так. Вот ещё тоже. Но это уже другой коллиматор, да? Да. Это коллиматор похуже. Мне такой не нравится. Но выглядит так себе. Так что это просто разряжаем, выбрасываем. Это сюда. Ну и тут ещё можно тоже собрать немного всяких стволов. Так. Значит это... Это это. Это то. Тут особо ничего уже и не разрядишь. Так. Тогда отправляемся в сторону главной двери. Но давайте ради интриги. Да. Мне монолитовец сказал даже не думай прерывать эту серию. Но ради интриги я всё-таки наверное её прерву. Продолжим мы уже в следующей. Узнаем, что там находится за той дверью. Ну и посмотрим куда отправимся вообще потом. Скорее всего тоже в какую-нибудь лабораторию нужно будет топать. Хотя конечно неизвестно. Ладно. Узнаем всё это уже в следующей части. На этом всё. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Хьюк. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok